Собака, заболевшая бешенством, может умереть даже уже на второй-четвертый день после заражения. Заболевание передается и человеку. У нас инкубационный период занимает от трех дней до трех недель. Причем очень многое зависит от того, кто кусал и на какое место пришелся укус. Вот еще немного тревожной статистики от ВОЗ. Ежегодно в мире от бешенства умирает 55 тысяч человек. Все они заражаются от больных животных. Россия – один из мировых лидеров по заражению бешенством. Только в 2022 году в медицинские организации обратилось более 203 тысяч человек, укушенных или поцарапанных животными. 40% пострадавших – дети до 15 лет. Бешенство нельзя вылечить даже у человека, но его можно предотвратить. Сегодня даем жизненно важную инструкцию о том, как защитить себя и своего питомца от бешенства. Настоятельно рекомендую всем смотреть ролик внимательно и до конца. Кто и как может заболеть? Бешенство, а иногда называют гидрофобия – это вирусное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. И это одна из самых опасных инфекций на планете. Про заболевание известно давно, однако лишь сравнительно недавно, благодаря изобретению вакцины, люди научились успешно с ней бороться. Вакцину изобрел французский микробиолог Вуи Пастер в 1885 году. И в разных странах сегодня существуют программы на государственном уровне по снижению уровня заражения через профилактические мероприятия. В частности, в нашей стране обязательной является вакцинация от бешенства домашних животных, а также региональные программы по отлову и иммунизации бродячих собак и кошек. Заболеть бешенством могут все теплокровные животные и экспериментально птицы. От больного животного могут заразиться как другие животные, так и люди. Бешенство не передается через траву, почву, пищу, не передается и через понюхать. Но заражение от больного здорового происходит очень легко. Через укус, отцарапывание, то есть попадание слюны и крови на поврежденные участки кожи, ранки, наслизистые. Важно знать и помнить, что заразиться бешенством можно не только от другой собаки, но и от животных в лесу. Лисы, ежи, еноты, мыши и другие. Зараженные животные перестают бояться человека и могут приближаться к населенным пунктам. Такое поведение лисы, енота, других диких животных должно настораживать, а не являться поводом их покормить, установить контакт или снять на камеру. Ну и, конечно, заразиться бешенством можно от собак и кошек неизвестного статуса. Например, бродячих животных. Таким образом, риск заразиться есть всегда, даже в городских условиях. Бешенство у животных не лечится. При заражении домашней собаки она должна быть усыплена. Единственный способ избежать этой смертельной инфекции у животных – ежегодная и своевременная вакцинация. И так как это единственный способ защитить себя и свою собаку, то предлагаю перейти в этот раздел. Вакцинация домашних животных вешенства в России является обязательной. Нарушать данное правило – нарушать закон. Но хорошая новость в том, что сделать это можно и бесплатно в государственной ветеринарной клинике по вашей месту регистрации. В государственной клинике бесплатно вашей собаке поставят ту вакцину, что принимает участие в программе. Что нужно знать при выборе вакцины от бешенства? Можно не обращать внимания на производителя. И отечественные импортные вакцины хорошо зарекомендовали себя и с точки зрения эффективности и переносимости животных. Но с вакцинами российского производства не всегда доступен выезд за границу. Если вам важно пересекать с собакой границу, то можно обратиться в частную клинику и платно поставить ту вакцину, которая подойдет вам для выезда. Вакцинировать от бешенства начинают щенка в разном возрасте, в зависимости от вакцины. С 8 недель Робикан, Мультикан, то есть отечественные вакцины. Напоминаю, что эффективность такая же высокая, но выезд за границу может быть ограничен. С 12 недель все импортные вакцины. Иммунитет против бешенства развивается через 7-20 дней после вакцинации и держится от года до нескольких лет. Как уже и говорила ранее, Россия входит в красный список по бешенству. Поэтому для въезда во многие и многие страны из России вам потребуется сдать животному титры антител к бешенству. Это довольно дорогостоящий анализ, но он необходим разово. И при ревакцинации один раз в 11 месяцев титры больше не потребуется пересдавать. Также титры можно сдать просто так, для себя, чтобы убедиться, что у вашей собаки теперь есть иммунитет от бешенства. А значит, вы и она теперь в большей безопасности. Вакцинация дает очень высокую степень защиты, но не гарантию. Да, риск остается, хоть и минимальный. Поэтому дополнительная рекомендация будет стараться избегать контакта с дикими животными или бродячими собаками и кошками. Если вы практикуете выгул без поводка, то как минимум должны быть уверены в своем питомце, и что он откликнется на ваш подзыв в случае появления неизвестной компании. Здесь хотелось бы порекомендовать посещение вебинаров от школы Лавгав, где специалисты подробно разбирают, как организовать прогулку с питомцем, как научить собаку отзываться по команде и не отвлекаться на раздражителя. Ссылка будет в описании. Как понять, что собака заразилась? Если вы стали свидетелем такого контакта, как ослюнение, укус, драка, своего даже вакцинированного питомца с диким животным или бродячей собакой, это уже должно вас насторожить. Наблюдаем за состоянием и поведением своего питомца и обращаем внимание на следующие симптомы. Общее изменение поведения собаки, когда ваш в принципе добрый питомец становится нервным или даже агрессивным, или напротив, питомец проявляет несвойственную ему ласку. Об этом вообще редко знают и пишут. При бешенстве поражается нервная система, и, как следствие, будет затруднен прием пищи и воды. Собака не сможет глотать воду и еду. При этом рвоты и поноса может не быть. Любые неврологические симптомы, такие как дрожь, судороги, странные и непонятного происхождения движения, могут также быть признаками бешенства. А вот описанный в классике признак слюнотечения встречается нечасто. Лечения бешенства нет. Если есть подозрения в том, что могло произойти заражение, необходимо незамедлительно обратиться в государственную ветеринарную службу. Государственная служба должна взять собаку на карантин для того, чтобы убедиться, больна собака или наоборот. Если за 14 дней у собаки не появятся клинические признаки бешенства, она будет считаться здоровой, и ее вернут владельцу. А если появятся признаки, придется провести эвтаназию животного. Диагноз на бешенство можно поставить только посмертно. Ролик я начинала с того, что случаев заражения бешенством немало по стране. И, как правило, это укусы зараженным домашним питомцем. Заражение происходит при укусе или соприкосновении слизистых оболочек и крови, слюна в ране, переливание крови. С некоторой успешностью бешенство лечится у людей, если за помощью обратиться сразу после укуса. Первая рекомендация – стараться не провоцировать собаку на укусы. На эту тему на канале недавно вышел очень подробный ролик. Как безопасно обращаться с собакой? Очень советую его посмотреть. В случае, если вы подверглись укусу собаке, статус которой неизвестен, или тем более есть подозрение на бешенство, то рекомендуем незамедлительно принять следующие меры. Обработать рану с использованием антисептических средств. Попросить паспорт у владельца собаки со страницами о вакцинации, если он есть. Сделать фото и срочно обратиться в ближайший травмпункт. Как правило, терапия заключается в обведении антирабической сыворотки 6 уколов плечом и наблюдении за пострадавшим. Друзья, еще раз хочу призвать вас соблюдать профилактические меры. Это касается и регулярной вакцинации питомца от опасного заболевания, а также грамотно выстроенных отношений с вашей собакой и ее воспитания. Поверьте, все это вам под силу. А курсы школы Лавгав будут незаменимым помощником. Обратите внимание на курс «Все о все» – годовое обучение питомца, а также страхование и онлайн-ветеринария, дополнительно в отдельных тарифах. Знакомьтесь со ссылками в описании.